Виталий Плужников, здравствуйте! И вот лишь некоторые темы, о которых мы сегодня расскажем. Время покаяния и молитвы у православных христиан начался Великий пост. Защитникам Отечества слава 23 февраля отметили на Дону. Великий пост – это всегда возможность стать лучше, победить в себе свои вредные привычки. Это особое время борьбы со страстями. Время просить прощения и готовиться к посту называется масленицей или сырной седмицей. Эта неделя заканчивается прощенным воскресением, и это первый шаг на пути к Великому посту, который продлится до 11 апреля. И ты с небесе, Боже, и вишь, и посети виноград сей, и утверди, и Его же насади, где снится Твоя. Под виноградом, то есть виноградником Господним, подразумевается не только Древний Израиль, но и новый народ Божий, церковь, основанная Спасителем, а также наше сердце. Что в нем происходит? Огражден ли виноградник нашего сердца законом евангельских заповедей? Прощенное воскресение, предшествующее Великому посту, сам пост – лучшее время заглянуть внутрь себя. Для того, чтобы измениться, для того, чтобы суметь сделать первый шаг – осознать, что прощение – это действие человеческой воли, разума всего человеческого существа, которое способно изменить наше духовное и телесное состояние. Да, пожелать всем, уметь научиться нам прощать друг друга, не обижаться, не держать злобу. Это очень хороший праздник, очень правильная традиция. До всех просить прощения перед всеми, извиниться. Мир вокруг изменится. Господь нас этому учил. Это и есть начало покаяния. Пост – прежде всего дело недуховное. По словам митрополита Меркурия, поститься правильно – учит нас Господь в Евангелии. Когда ты постишься, не будь гецемерным. Не делай лицо твоего выла. Не надевай на себя только темные одежды. Не изображайте из себя постящихся больше, чем вы поститесь на самом деле. Для двух молодых людей это прощенное воскресенье запомнится на всю жизнь. За литургию владыка-метрополит рукоположил в сан пресвитера диакона Евгения Огарева, в сан диакона Виктора Свистунова. В прощенное воскресенье после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин – прощение. Священнослужители и прихожане взаимно испрашивают друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними. В Ростовском кафедральном соборе прощение у клириков и всех верующих испросил владыка Меркурий. Благословите меня и простите. Всечастные отцы, братья и сестры, клика собрешит пред вами слово, дело или помышление, ведение или неведение. Господь и Бог благословит, благословит, простит, помилует и сохранит всех нас. Аминь. Глава Донской митрополии также напомнил верующим, что изначально чин прощения появился в монастырской жизни древних пустынников. Перед началом поста монахи просили прощения друг у друга и расходились по пустыне, дабы в посте, молитве и безмолвии подготовить себя ко встрече Светлого Христова. Воскресенье. В преддверии Дня защитника Отечества глава Донской митрополии посетил окружной военный клинический госпиталь Министерства обороны России. Митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий побывал в храме святителя Луки Крымского, расположенном в хирургическом корпусе. В палатах госпиталя пообщался с проходящими лечения военнослужащими, сестрами милосердия и медицинским персоналом. Внимание и слова поддержки – то, чего всегда ждут и чему рады в стенах окружного военного клинического госпиталя. По прибытию сюда митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий благословил военнослужащих, которые находятся на лечении. Многочисленные палаты и корпуса. В одном из них – храм во имя святителя Луки Крымского. Приход был создан по инициативе верующих. Вот уже на протяжении семи лет в этом храме совершаются богослужения. Во время своего лечения воцерковляются и принимают крещения военные. Бескорыстное служение сестер милосердия, профессионализм и любовь к своему делу медицинского персонала помогают поправляться и укреплять свой дух всем, кто попадает в госпиталь. Труд этих людей и встреча с ними вдохновляет и правящего архиерея. Наступает какой-то момент, и вдруг человек раскрывается. Вот я думаю, что сегодня это раскрытие, духовное в том числе, происходит с нашим народом. Особенно, когда я вижу, когда люди бескорыстно помогают другим. Когда никто их не заставляет, они приходят на помощь. Особенно это волонтеры, сестеры милосердия. Безусловно, это люди, которые исполняют свой профессиональный долг. Ведь профессиональный долг, вы знаете, в медике, что можно исполнить с 9 до 6, а можно его исполнять все время без ограничения. Я знаю, что наши люди трудятся именно так. Владыку митрополита с нетерпением ждали. Начальник госпиталя, полковник медицинской службы Валерий Кокоев зачитал приветственный адрес. Мы надеемся, что посещение вами госпиталя благотворно стажится на дальнейшем определение сотрудничества между Российской армией и Гоской благотворной церкви. Женщины в белых косынках и фартуках с красным крестом в военном госпитале занимают особое место. Сестричество в честь Серафима Саровского основано 20 лет назад. Все это время сестры внесут свое послушание и в военном госпитале. Их заботу и просто доброе слово помнят и после госпитализации. Звонят, слышно, что там текут слезы у них в любое время дня и ночи. И начинаешь говорить, споешь с ними что-нибудь по телефону, опомнишь, вот это наше, опомнишь, кого-то вспомнишь, общих знакомых. Говорят, фух, все, Тинжа, отпустила. Спасибо тебе, сестренка. Есть у сестер милосердие и духовный наставник, настоятель госпитального храма Иерей Михаил Севажелезов. Здесь отец Михаил служит со дня священия храма. Он стал первым в России священником, зачисленным в штат военного госпиталя Министерства обороны Российской Федерации. Вот 7 лет я кормляю госпитальный храм, но большая проблема в том, что воинам необходимо было дальнейшее кормление, потому что много ростовских, воинские части. И было принято решение о создании храма за территорией госпиталя. Новый приход назван в честь иконы Божией Матери Скоропослушница. На протяжении года здесь регулярно совершаются богослужения. Многочисленные верующие, сотрудники госпиталя, сестры милосердия, местные жители возносят молитвы о здравии военнослужащих и о мире во всем мире. Евгения Шатилова, Андрей Мазиков, телестудия «Дон православный». А сейчас я с удовольствием передаю слово моей коллеге Марьяне Баштовой, которая расскажет о наиболее ярких событиях Донской митрополии. Марьяна, тебе слово. Спасибо, Виталий. А событий было немало. Защитником Отечества слава в Доме офицеров Южного военного округа состоялось торжественное собрание. Его, по приглашению командующего войсками Южного военного округа, генерал-полковник Александр Галкин посетил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. 11-ти донским ветеранам губернатора Ростовской области Василий Голубев по поручению президента России вручил юбилейные медали «70 лет победы в Великой Отечественной войне». Праздник тех, кто защищал, защищает и будет защищать Родину. В городском дворце культуры города Шахты также отмечали 23 февраля. Праздничный концерт, выступления военного оркестра, самые искренние и теплые пожелания в День мужества, доблести и чести. До тех пор, пока у нас есть защитники, как я уже говорил в начале, долг которых это еще долг христианский, думаю, мы смело можем сказать «Русь святая, храни веру православную». До тех пор Русь останется непобедимой, Русь останется святой. С праздником, дорогие друзья! Новости из Волгодонской епархии. Мэр города Волгодонска отчитался перед жителями о результатах своей деятельности за минувший год. Участие в городском собрании граждан принял епископ Волгодонский Исальский Корнилий. В заключении мероприятия владыка Корнилий вручил мэру Волгодонска Виктору Фирсову патриаршую награду в честь 700-летия преподобного Сергия Радонежского. Трудам на благо святой церкви Фирсов Виктор Александрович, мэр города Волгодонска, награждается патриаршим знаком 700-летия преподобного Сергия Радонежского, Кирилл, патриарх московский и всея Руси, город Москва. Аксиос! Достоин! А в читальном зале Центральной библиотеки Волгодонска на минувшей неделе обсуждались самые разные вопросы, интересующие подрастающее поколение. Представители Уголовной исполнительной инспекции города со своими подопечными, несовершеннолетние, состоящие на всех видах профилактического учета, представители студенческого сообщества из 13 образовательных учреждений Волгодонска стали участниками семинара «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси». Доклады, посвященные «Князю Владимиру», беседы с епископом Волгодонским и Сальским Корнелием, ответы на волнующие учащихся вопросы. По словам заместителя главы администрации города Волгодонска, такие встречи благотворно влияют на современную молодежь. Четвертый год администрация города, отдел по молодежной политике, активно взаимодействует с нашей Волгодонской епархией. Я хочу поблагодарить в лице нашего епископа Волгодонского и Сальского Корнелия, его на нашем языке команду, его представителей, поскольку активно на территории города Волгодонска внедряются самые разные проекты. А теперь к теме казачества. Совет атаманов войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское». Он прошел впервые в этом году. Особое место заняло обсуждение планируемых мероприятий в 2015 году, таких как Пятый Всемирный конгресс казаков, Второй Всероссийский слет казачьей молодежи, готов к труду и обороне, «Конный поход. Волгоград-Севастополь», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне. На прошедшей в Ростове выставке ярмарки Дон Православный было одно яркое и запоминающееся выступление. Владение шашкой, пикой, нагайкой, а также боевое единоборство продемонстрировали воспитанники секции Донской войсковой федерации казачьих боевых искусств «Пернач». Элементы мы показывали разные. У каждого свой стиль. А больше всего запомнилось люди, приветствующие нас. Руководитель отдела по работе с казачеством войсковой священник Протеерея Сергий Маштатов поблагодарил руководство воспитанников секции за прекрасное выступление и напомнил о важности православной веры в жизни казаков. Отец Сергий выразил надежду на плодотворное и длительное сотрудничество и духовное общение. Дело в том, что эта группа в конце прошлого года показывала свое мастерство в Японии и выступала перед императором Японии, который отметил высокую подготовку этой группы. И даже аплодировал стоя, что очень редко бывает для императора. И это говорит о том, что уровень подготовки, уровень работы тренерского состава с этой группой очень высокий. На этом у меня все. Искренне желаю, чтобы дни Великого Поста изменили и духовно обновили вашу жизнь. До встречи. Центр гуманитарной помощи Донской митрополии продолжает помогать вынужденным переселенцам из Украины и жителям Донбасса. На минувшей неделе его с рабочим визитом посетили заместитель губернатора Ростовской области, руководитель оперативного штаба Сергей Бондарев и директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Сергей Панов. Ну, я могу сказать так, что вот этот вот образец, как должен вестись учет, как должно выдаваться, вот я не знаю, вы беседовали или нет, я вот сейчас беседовал с гражданом Украины, ну, конечно, люди очень довольны. Хорошие условия, хорошие продукты. Пришли, получили с паспортом, занесли в базу, полный учет идет. Самое необходимое – все выдается. Неравнодушный ростовчанин на протяжении восьми месяцев организует приемы размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Украины. За подобный неоценимый труд – высокая награда. Знак губернатора Ростовской области за милосердие и благотворительность. Награда – это, конечно, не моя заслуга. Это заслуга всего отдела из тех девочек, которые здесь находятся. Они вместе со мной тут живут. Также и Дмитрий Красников, также и Тихона Вишников, и все сотрудники. Это общая награда. Работа Центра гуманитарной помощи проводится на высоком уровне ежедневно уже на протяжении восьми месяцев. Всесторонняя помощь оказывается максимальному числу нуждающихся. Важное событие в жизни Донского региона в станице Старочеркасской прошла научно-практическая конференция «Церковь и музейное сообщество». Ее организаторы – Донская митрополия, Управление Министерства культуры Российской Федерации по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому федеральным округам, Министерство культуры Ростовской области и Свято-Донской Старочеркасский мужской монастырь. В Атаманском дворце, Ефремовского подворья и Воскресенском войсковом соборе побывала и наша съемочная группа. Перед началом очень важной работы – молебен, благодарность Богу. Из устнаместника монастыря звучит и благодарность тем людям, которым удалось сохранить этот величественный Воскресенский собор. «В период безвремени, легколетия, подороза уничтожения были эти памятники и этот собор, но нашлись люди, которые отстояли его, не дали его разрушить и сохранили его, как могли его реставрировали, что могли в советские времена сделать – сделали». В Атаманском дворце Ефремовского подворья очень актуальная конференция представителей Русской православной церкви и музейного сообщества – более ста участников. Их взаимодействие и диалог чрезвычайно важен, ведь цели самые серьезные. «Сегодня мы собрались, чтобы обсудить очень актуальные вопросы взаимодействия в целях возрождения духовной культуры, традиций Донского края, Донского казачества, повышения нравственного уровня населения и, что очень важно, работы с молодежью». Работа искусствоведческой комиссии, в которую входят представители Министерства культуры и многолетнее взаимодействие Донского мужского монастыря со Старочеркасским музеем-заповедником, экспозиции на данном столичных музеев, прошло всего три года с момента подписания соглашения о сотрудничестве Министерства культуры Ростовской области и Донской метрополии. «Все это действительно колоссальная работа, необыкновенный труд. Однозначно можно сказать, что много моментов каких-то, может быть, и сложных, но вместе с тем очень много позитивного опыта». Восстановить, отреставрировать, использовать объекты культурного наследия. Участники встречи пришли к выводу – сохранить уникальные памятники Дона для будущих поколений возможно только благодаря плодотворному сотрудничеству. «В какой-то мере невозможно нам видеть в современной жизни отдельно, например, какие-то исторические объекты без внимательного научного сопровождения их существования. С другой стороны, невозможно то церковное, то духовное наследие, которое есть у нас, поместить все абсолютно под стены музейные». Марьяна Баштовая, Константин Яковлев, телестудия «Дон православный». Еще одно знаковое мероприятие – национальная безопасность, духовный суверенитет, правозащитная миссия церкви – стали главными темами обсуждения первой в истории конференции правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Она прошла в Ростове-на-Дону в Донской духовной семинарии и собрала весьма представительный состав участников. Темы, которые поднимаются на конференции, важны в том смысле, что они дают, во-первых, богословские основания правозащитной миссии церкви, которая, в свою очередь, основана на учении правде Божией. Правда Божия, социальная справедливость, так иногда она понимается в нынешнем восприятии, важна для нас как народа, как нации. И, конечно, люди ждут от церкви некое веское слово. Глава Донской митрополии с архипастерским визитом посетил Новочеркасск. В Патриаршем Вознесенском войсковом Всеказачьем соборе митрополит Меркурий ознакомился с ходом реставрационных работ. И мы помним, какого качества был этот мрамор. Он был оранжево-коричневый. Некоторые стали просто черные. Отчеты о проделанной работе. Оценка до и после. Сейчас Патриарший Вознесенский собор в строительных лесах. Хотя реставрационные работы здесь ведутся на протяжении 20 лет. Поэтапно. Сначала были сделаны кровли, потом фасады. И вот уже с 2010 года ведутся общестроительные и реставрационные работы по интерьерам храма. Реставрация живописи проводилась двумя этапами. Первый этап мы с вами видим над нами. Живопись уже отреставрирована и приведена в порядок. И вот оставшиеся 5000 метров должны быть сделаны в этом году. Работы очень много. По словам архитектора, спешка в деле реставрации ни к чему. Привлечены специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Две ведущие российские школы реставрации живописи. Помимо живописи реставрируется мраморный иконостас, металлические решетки. Два-три года назад были приведены в порядок столярные изделия. Это тамбуры. Вы видите мраморный пол, который настелили в 2011 году. Металлические заполнения оконных проемов, деревянные заполнения дверных проемов, чугунные и кованые лестницы. То есть за небольшой период времени, с 2010 года, здесь проведен большой объем ремонта реставрационных работ. Большой объем и самого храма – 120 тысяч кубических метров. Третий по величине в России. От лесов Патриарший собор должен быть освобожден уже в октябре этого года. Предполагается, что именно в это время в столице Донского казачества пройдет пятый всемирный конгресс казаков. Его же планируют посетить святейший патриарх Московский и всеярусий Кирилл. На сегодняшний день, несмотря на реставрацию, богослужения в соборном храме совершаются регулярно. Он не проиграл ни одного сражения, был верным сыном Отечества и Православной Церкви. В новочеркасском храме Александра Невского осветили икону и почтили память великого адмирала, праведного святого Феодора Ушакова. Человек, который принес избавление от иноплеменников не только государства российского, но и его южно-черноморских пробежах, на которой достойно провел ряд блестящих воинских операций, в Иоанническом море, у берегов острова Керкера, принеся свободу и заступаясь за единоверных греков. В 2001 году прославленный адмирал Федор Ушаков был причислен к лику святых как праведный воин. И не случайно то, что в новочеркасском храме другого великого полководца, святого Александра Невского, теперь есть икона святого русского флотоводца. Это, пожалуй, яркое подтверждение тому, как Православная Церковь чтит воинов, посвятивших свою жизнь Отечеству и готовых отдать жизнь за други своя. Паломники нашего прихода были в 2001 году в Санаксарах, и там оттуда привезли частицы мощей. И вот сегодня, в этот день, в день памятный, в год юбилея этого святого, мы эту икону освящаем здесь мощами, и она будет здесь, в нашем храме находиться, для того, чтобы все желающие могли прийти поклониться этому святому. В день освящения иконы Федора Ушакова в храме много кадетов казачьего корпуса. Боевой жизненный путь адмирала может быть примером для каждого российского офицера. Как будущий военный, будущий офицер, считаю, что это очень гордо и почетно, служить России, служить своему народу. Последние годы Ушаков посвятил себя молитве и благотворительности, помогал церковным приходам и раздал бедным практически все свое состояние. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы, которые вы присылаете на нашу электронную почту. За это ответственно наш журналист Евгения Шатилова, передаю ей слово. А я с вами прощаюсь и напоминаю, что эту и любую информацию, связанную с жизнью Донской митрополии, вы можете узнать на сайтах rostoveparchia.ru и donprav.tv.ru. До свидания и мир вашему дому! Здравствуйте, уважаемые телезрители! На нашу почту приходит очень много писем, в которых есть вопросы о православной молодежи. Какая это молодежь? Чем занимается? Как проводит досуг? Мы выбрали несколько, на наш взгляд, самых интересных вопросов и отправились с ними к Иерею Михаилу Гапоненко, руководителю отдела по делам молодежи и миссионерскому служению Ростовской на Дону епархии, настоятелю студенческого храма в честь великомученицы Татьяны, расположенному на территории Донского государственного технического университета. Итак, вопросы. Какие люди входят в православные молодежные объединения? Это, в общем-то, обычная молодежь. Это те молодые люди, которые живут в нашей стране, которые живут среди нас, растут здесь, учатся. Но они имеют одно только отличие от молодежи вообще. Это отличие заключается, прежде всего, в том, что им не безинтересна истина. И они ее ищут, и самое главное, находят и уже даже почти нашли. Они уже в церкви. То есть это молодые прихожане, это молодые участники, во-первых, богослужебной и хористической жизни церкви. Ну, вместе с тем они и занимаются различными видами служения в церкви. Расскажите об организации «Православная молодежь Дона». Чем она занимается? «Православная молодежь Дона» – это такая структура, которая из себя представляет ассоциацию православных молодежных организаций, или клубов, или движений, как кому угодно. Но главное – это именно ассоциация. И для того, чтобы тот или иной клуб молодежный, православный, вошел в эту ассоциацию, он должен просто выполнить некие условия. Он должен быть, как минимум, активным. Он должен иметь реализованный или реализующийся какой-то миссионерский, волонтерский или какой-либо еще проект. Существует организатор молодежного движения на приходе или благочинии, который продумывает заранее тематику встреч, тематику общения, на которые приглашаются различные интересные люди. Это могут быть встречи накануне тех или иных праздников, когда священник рассказывает молодым участникам клуба о смысле, о сути этого праздника, о том, как православному человеку надлежит этот праздник переживать, как к нему относиться и так далее. Накануне Великого поста возникают такие беседы о том, как правильно православному провести пост, какие есть особенности, что такое послабление, зачем они нужны, и нужны ли они эти послабления. То есть разные бывают темы. Но самое главное, что у нас уже есть определенная сеть молодежных клубов в городе, у которых есть своя программа. И программы всех этих клубов, они формируются как бы в одну единую программу. И мы печатаем и раздаем среди студентов листовки, в которых указываем расписание вот таких встреч во всех вот этих активных молодежных клубах, чтобы каждый молодой человек знал, что вот где-то поблизости с тем местом, где он проживает, есть какой-то приход, в котором проходят такие вот регулярные встречи с такими, как он. Какова роль православной молодежи в миссионерском служении? У нас существовал отдельно миссионерский отдел, который занимается именно церковной миссией, и отдел молодежный. По благословению Владыки, эти два отдела соединены вместе. На уровне епархии, на уровне нашей работы внутри нашей области, всей митрополии, все-таки самая главная, самая основная, может быть, задача миссии – это миссия среди молодежи современной. Потому что современная молодежь – это те, кто составляют сейчас церковь и будут составлять ее в дальнейшем. И поэтому сейчас очень важно для нас не упустить вот тот момент, когда молодой человек имеет все необходимые возможности для опознания, для укрепления и в добродетелях, и в познании веры, и так далее. И поэтому сейчас вот наша миссионерская деятельность, именно миссионерского отдела, сосредоточена на миссии среди молодежи. Сам епархиальный отдел наш сейчас, он имеет много разных направлений деятельности. Здесь есть и служение милосердия, здесь есть и служение изучения своей веры, изучения священного писания. Мы инициируем процессы, которые происходят на приходах, в рамках которых молодые люди могут получить возможность вне богослужебного общения между собой, для того, чтобы созидались вот такие молодежные или просто, не только молодежные, а христианские общения, которые не просто пришли на богослужение, помолились и разошлись, а которые еще имеют какой-то круг общения между собой. Есть направление миссионерского служения. Это отдельный сектор молодежной работы, когда молодежь, не всякая молодежь, не каждый молодой человек может уже сразу участвовать в миссионерском служении, потому что он сам должен быть укреплен в вере, не просто находящийся на стадии познания своей веры, а тот, который двигается вперед, тот, который уже сам стоит крепко на ногах духовных, и который имеет, насколько это возможно, любовь ко всем людям и желание с ними поделиться своей собственной радостью. На этом наша рубрика заканчивается. Пишите нам на электронную почту вопрос-собака-дм-дефис-портал.ру. Задавайте свои вопросы, касающиеся церкви, веры и околоцерковной жизни. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»